29 мая пока еще губернатор Калужской области Артамонов в третий раз заявил о своем желании идти на выборы в сентябре 2015 года в огромной предвыборной статье в областной газете «Весть». Статья названа «Главный человек». Пока оставлю за скобками законность появления этого предвыборного материала в областном официальном СМИ. Сейчас о содержании статьи. Сразу бросается в глаза попытка примазать себя к авторитету президента России. Восемь раз как минимум к месту и не к месту упоминается Владимир Путин. Самым бессовестным образом Артамонов сравнивает себя с главой государства. Даже мистика в ход пошла, мол мы с Путиным первый раз оба избранных в 2000 году. Артамонов правда умалчивает, что Владимира Путина тогда продвигал Ельцин, ярый противник коммунистов, а Артамонов стал губернатором благодаря поддержке КПРФ. То есть формально они были по разные стороны баррикад. Но почему бы и не приврать ради сохранения губернаторского кресла. И вот очередной пассаж. Путин поднял Россию с колен и Запад понял, что Россия ничего и никогда больше не будет просить. И Артамонов типа тоже поднимал. И не просил. Только ездил то в Германию, то во Францию, то в Швецию. Просил. Умолял об инвестициях в Калужскую область. И не только просил. Предлагал за бесценок землю, за бесплатные ресурсы, коммуникации. Освобождал иностранцев от налогов. И исправно получал кресты на грудь за заслуги перед их отечествами. Сколько у нее нынче иностранных наград? 6, 7, 8. Кто-то скажет давняя история? Ничего подобного. Два месяца назад, в самый разгар нашего с западным противостояния, первый зам Артамона Лаптев опять ездил просить инвестиции. Теперь уже у английских инвесторов. Причем доклад в Лондоне должен был делать сам Артамонов. Но дата поездки практически совпала с празднованием. Годовщина присоединения Крыма и Артамонов испугался ехать лично. Все-таки Англия сегодня наш главный враг в Европе. Наверху могли неправильно понять. Собственно для того, чтобы поняли правильно и вся эта статья. В следующий раз 100 секунд про экономику.